Музыка Здравствуйте, друзья! Я мировой повар Илья Лазерсон. Сегодня я буду вашим бесплатным билетом в очень далекую страну, в Японию. Я вам расскажу о некоторых символах японской кухни. Ну и сегодня мы поговорим про то, с чего для нас начинается Япония, из-за того, что в нашей стране уже давно существует куча японских ресторанов, где готовят прежде всего суши. Когда я говорю суши, я говорю так, как говорят везде. Хотя есть ряд умников, которые говорят, что правильнее говорить суси и так далее. Надо говорить так, как удобно говорить, поскольку в наше языковое правило говорят нам, что удобнее говорить суши. Так что умники могут сейчас выключить телевизор, а те, кто лоялен к каким-то удобствам, могут остаться у экранов и посмотреть, как нормальный мировой повар делает версию суши. Это блюдо становится популярнее пиццы. Оно гораздо полезнее бутерброда и не сложнее в приготовлении. Суши. Быстрая еда по-японски. Не надо думать, ребята, что национальная кухня – это вот такая вот догма. Вот так и только так. Я настолько много знаю про еду, что я могу позволить себе не быть категоричным в еде и не говорить, нет, вот, это у тебя неправильно вода кипит. Вода вот в японской кухне должна кипеть вот такими бульками, а у тебя неправильно кипит вода. Я так не говорю, потому что я добрый, хороший и мудрый парень. Я вам сейчас покажу, как готовить суши дома, как их готовить удобно и не мучаясь. Потому что все эти роллы – Филадельфия, Калифорния – это что, Япония? Да это Америка. Америка – уникальная страна, потому что Америка раскрутила многие кухни. Америка, в частности, раскрутила пиццу, то есть Италию. Америка раскрутила Японию, в частности, суши. Это вкусные роллы – Филадельфия, Калифорния, но это уже американские изобретения. Я вам сейчас покажу, может быть, какую-то свою концепцию приготовления суши дома, потому что дома должно быть удобно, дома не ресторан, дома не профессиональная кухня и так далее, и так далее. Но вот послушайте старого мудрого повара. Япония – это только сегодня повод посмотреть, как по-человечески сделать весьма японскую еду дома. Посмотрите на эту машинку. Это рисоварка. Вот это ее горшок. Машинка шикарная. Вот это настоящая машинка, привезенная из Японии. Это сваренный рис. Вот такая вот японская машинка, или китайская машинка, или корейская машинка – это самый распространенный в мире кухонный прибор. Вот ни миксеры, ни соковыжималки, ни фритюрницы. Больше всего в мире рисоварок. Сколько китайцев, сколько в Японии людей, сколько в Корее людей. Они все работают с рисоваркой. Самый массовый прибор в мире. Эта машинка уникальна тем, что она очень равномерно варит рис. Потому что эта машинка нагревает вот этот горшок, где у меня сейчас сварен рис, со всех сторон. Вот стенки, дно, все нагревает эта машинка. Поэтому рис варится крайне равномерно. Вот и все. А так сюда наливается вода, как обычно. Поэтому машинок таких много, хотя рис можно сварить и просто в кипятке. Вода должна быть на сантиметр выше, чем рис. Вот и вся история. Вы научитесь варить рис, потому что сегодня дело-то не в рисе, не в способе его варки, а в приготовлении той идеи, которую я вам сегодня назову. Значит, смотрите. Я сейчас возьму еще один горшок стеклянный. В Японии... Я сейчас сюда выложу рис. В Японии вот такой горшок, он, конечно, не стеклянный. Он деревянный. Потому что считается, что когда в деревянную кадушку попадает рис, он влагу... Дерево впитывает в себя лишнюю влагу. Ну, не знаю, насколько это справедливо, но там так. Но это совершенно не имеет никакого значения. Эта машинка хороша еще тем, что она может подогревать рис. Я вот сейчас рис назад спрятал, и машинка будет его снова подогревать. Теперь смотрите сюда. Это рис. Он сварен. Он достаточно такой... Ну, он вроде бы одним таким куском пытается быть, но вместе с тем он рассыпчатый. Потому что рисинки не дико склеиваются между собой. Рис в японской кухне заправляется специальной жидкостью. Она называется сушиза. И является смесью рисового уксуса, сахара и соли. Откуда это берется? Почему японцы свой рис после варки, пока он горячий, они его, так сказать, подслащивают и подкисляют, и подсаливают? Откуда это? Ну, во-первых, ребята, рис пресная штука, правда? Это очень пресный продукт. И когда в нем появляется кислинка, сахаринка и солинка, тогда он начинает играть. Но подоплека здесь в другом. Когда-то рис был продуктом таким технологическим. Японцы увидели, что рис, который они испокон веку едят, способен закисать и вот этой кислотой рисовой, от брожения риса, консервировать другие продукты, в частности рыбу. Что они стали делать? Они брали рис, клали его в бочку. Вареный рис. Потом клали ломти рыбы или целые рыбинки, вычищенные, и снова рис. Вот так они закладывали в бочку. Рис начинает подбраживать и консервирует рыбу. Рис они не ели. Они ели только подкисленную ферментированную рыбу, которая легко усваивается и весьма полезна. Рис выбрасывали. Потом на каком-то этапе они стали просто варить рис и уже вареным рисом сопровождать эту подкисленную рыбу. Вот откуда мы подкисляем рис. Это символ того, что он как бы подбродил. Видите, как все, так сказать, основательно перемешивается. А я рис сейчас буду тоже основательно перемешивать. Посмотрите, очень важно рис не вот так перемешивать с этой жидкостью, а как бы его вот так рубить, чтобы рисинки оставались всегда целенькими. Нельзя раздавить рис. В этом суть. Вот я рис подкислил. То есть откуда берется подкисление риса, я думаю, что вы уже поняли. Теперь рис перестал быть пресным. И вот после этого рис становится клейким. Пробовали когда-нибудь пальцы в сахарный сироп опустить или в мед? Они клеятся, правда? В этой жидкости ведь есть сахар, и рис становится клейким. Это то, что мне сейчас нужно. Рис может некоторое время постоять, он еще теплый. Готовим суши. В правильно отваренный рис, так, чтобы рис оставался рассыпчатым, но не сухим, добавляем сушизу, специально подготовленный уксус с солью и сахаром. Рис приобретает кисловатый вкус и становится клейким. Суши бывают разные. Бывают роллы, бывают хендроллы, бывают нигери, рисовые колобки. Я вам сейчас покажу разновидность нигери, то есть разновидность рисового колобка с чем-то вкусненьким. И это вкусненькое будет очень близко нам. Вообще суши, говоря, это продукт недавний. Суши в том виде, в котором мы сейчас их едим, они появились в 19 веке. Буквально вчера. Это не 9 века до нашей эры продукт. Это современный продукт. Корни еще не сильно выросли у этого блюда. Так что всякая современность предполагает соответствие каким-то сиюминутным даже традициям. Более того, всякая современность предполагает соответствие каким-то другим национальным делам. Сейчас я сделаю суши, которые, на мой взгляд, крайне близы к нашему сердцу. Я о начинке сейчас. Я сейчас беру креветки. Ну, морепродукты. Хороши очень для изготовления суши. Вот креветки. Собственно, вода у меня кипела для креветок. Я могу для вкуса немного добавить сюда даже сахару. И капельку соли. Я креветки сейчас сварю. Вот так вот сварю. Порцию креветок. Посмотрите, они прямо на глазах краснеют в кастрюле, потому что всякий хитин, а это вот оболочка креветочная, краснеет при тепловой обработке. И вот так я сварил креветки. Они сейчас закипят. Морепродукты очень важно не переваривать, чтобы они оставались все-таки не резиновыми. Поэтому креветки я буду варить крайне недолго. Такая легкая сыринка внутри. Это такая фишка высшего пилотажа, я бы сказал. Ну, я попробую ее добиться, хотя вы, конечно, этого не увидите и не поймете, потому что невозможно. Сейчас я креветочки доварю. Сейчас вода снова закипит. И я буду считать, что креветки готовы. Я их быстренько выну. Более того, я их под холодную воду брошу. Я их брошу в холодную воду, чтобы они быстро остывали, чтобы процесс варки в них не продолжался. Это крайне важная вещь. Вот сейчас вода снова начинает уже булькать. Я подготовлю пока холодную воду. А я тем временем подготовлю еще одну миску, где я буду делать вкуснейший соус. Вкуснейший соус, в котором будут заправлены креветки для той версии нигери, о которой я сейчас рассказал. Вот, креветки поступают в холодную воду. И я смогу всецело переключаться на соус. Вы пока, ребята, можете вооружиться ручками, блокнотами. Кто-то может включить диктофон и поставить его рядом с телевизором. Пусть напитывается умными мыслями. Кто-то может включить кнопку записывающего устройства, чтобы сохранить меня на века и просматривать это перед каждым приемом пищи. Не пугайтесь сейчас словом майонез. Не думайте, что майонез – это какое-то наше... Не то чтобы изобретение. Майонез – это французское изобретение. Не думайте, что майонез – это только символ нашего салата оливье. Ничего подобного. В Японии есть много майонезов. Они там широко используются. Но японский майонез, он чуть-чуть другой. Я бы сказал, что японские майонезы всегда более кислые, чем наши. Вообще они качественные очень майонезы. Так что не думайте, что сейчас я какой-то бред вам несу. Кетчуп тоже не пугайтесь. В Японии знают кетчуп, и в современной японской еда весьма активно используют кетчуп. Смотрите-ка. Я беру больше майонеза и меньше кетчупа. Чтобы у меня на выходе получился розовый соус. А вот теперь пойдут штучки, к которым вы, ребята, не привыкли. Вот это уже, так сказать, японская техника работы с таким соусом. Смотрите, я беру кусочек сырого лука. Кусочек сырого лука и сразу возьму зубец другой чеснока. Значит, лук я сейчас очищу, фрагмент лука. И вот у меня зубец чеснока. Я сейчас на всякий случай сполосну лук и чеснок. Я просто брошу их в воду, помою. И теперь я возьму терку. Я натру лук. Смотрите, я натираю сырой лук. На вот такой терке мелкой, но которая мне не раздирает пальцы. Ну, смотрите, я вот, смотрите, совсем... Вот у меня луковое пюре. Видите? Я сейчас его чистой ложечкой подхвачу и аккуратненько перенесу в эту смесь кетчупа и майонеза лук. И теперь я натру чеснок. На этой же терке, этим же местом буду тереть. Чеснок я подхвачу уже своими пальцами. Вот чеснок. Видите? Вот это уже японская техника. Перемешал. Соответственно, сейчас этот соус обогатился вкусом сырого лука и чеснока. Но эти вкусы не доминируют здесь. Они не будут заставлять нас дышать на соседе луком и чесноком. Они здесь интегрированы. Более того, майонез – это жирный продукт. Так ведь? А когда продукт, какие-то ароматы окружены жиром, их воздействие подавляется немного. То есть, они не так быстро начинают работать. Они сглажены, они несколько нивелированы. Когда вот ароматы окружены жиром, они более равномерно распределяются. И нет вот такой агрессии. Воздействие на рецепторы и на других людей. Это очень важно понимать. И теперь вот важная особенность – это кунжутное масло. Посмотрите, какое это темное ароматное масло. Ну, не знаю, наперсток. Здесь буквально наперсток масла, потому что оно очень ароматное. Чем темнее кунжутное масло, тем оно ароматнее. Вот получается соус. Очень пикантный, очень забавный соус. Готовим суши. Готовый рис, заправленный сушизой, остывает. Отвариваем креветки. Опускаем их на несколько секунд в кипящую воду. Теперь соус. Смешиваем майонез, кетчуп, немного натертого лука и чеснока и каплю кунжутного масла. Я очищу креветки. И потом я их нарублю, потому что такой вид суши предполагает продукты измельченные. но нарублю я их так, чтобы они не меленько были, а крупно, чтобы язык, чтобы зубы ощущали вот эту хорошую мякоть креветки, чтобы это была не паста, не каша креветочная, а все-таки кусочки креветок. Это очень важно для ощущений. Вот так вы можете подготавливать абсолютно разные продукты. Хотите? Возьмите сырую рыбу, ту, которую можно есть сырой. Нарежьте ее кубиками. Будет точно такой же эффект. Хотите? Возьмите сырой морской гребешок. Подготовьте, нарежьте его кубиками. Хотите? Подварите морской гребешок и нарежьте его кубиками. То есть доходь ветчину. Это, конечно, неприлично, ветчину. Это очень по-американски, но никто вам не запрещает использовать вот эту концепцию, взять идею японскую и использовать ее в еде, потому что национальные кухни, они ценны не только как самостоятельные единицы, они ценны еще тем, что они могут дать нам хорошие идеи. А кто нам запретит в своей собственной квартире, в своей собственной кухне взять идею и приготовить, например, ну что, например, чахахбили грузинский из огурцов? Кто мне мешает? Может, мне вкусно будет? Поэтому не надо думать, что вот национальная кухня – это такие догмы, и только одному Господу Богу известно, что такое национальная кухня и как с ними быть. Ну вот, какое-то количество креветок я уже почистил, и сейчас я приступлю к грубому-то сказать, измельчению этих креветок. Ну, когда я говорю грубому измельчению, значит, я буду грубо ругаться, измельчая эти креветки. Нет, я их буду грубо измельчать, то есть, большими кусками и быстро. Вот, видите, несколько движений, и креветка измельчена. Видно, что это креветки все равно, правда? А не какая-то там каша из креветок или колбаса из креветок. И смотрите-ка, вот куда уходят креветки. Это уже очень вкусная вещь, которую я сейчас делаю. А чем ценен вот этот способ приготовления суши? А тем, что не нужна никакая приспособа для этого. Например, для того, чтобы делать японские роллы, нужна циновка, которая нам помогает равномерно скрутить и спрессовать ролл. А здесь только руки, только руки и больше ничего. Теперь я пошел еще за одной японской штучкой, которая называется водоросли нори. посмотрите вот на это. Это, по сути, бумага. Это бумага прессованной водоросли. Йод крайне полезная вещь. Посмотрите, пожалуйста, на эту бумагу. Вот сейчас я показываю ее шероховатую часть. Это матовая часть и не блестящая. А вот это блестящая часть. Видите, у этих водорослей разные поверхности с обеих сторон. Матовая, блестящая. Также посмотрите, здесь есть такие полосочки. Намечены вот такие полосочки. Эти полосочки абсолютно ничего не значат. Ну, так вот машина, наверное, прокатывает, оставляет такие полосочки. Теперь я возьму нож. и смотрите, вот так прокушу. Я не нарезаю, а как бы прокусываю вот такую полоску. Ну, сколько здесь? 2 сантиметра, чуть больше ширина. Я сейчас сделаю серию вот таких вот полосочек. Без этого ингредиента никогда не делайте суши. Водоросли нори обязательное условие для суши. Эти водоросли, конечно, они сухие, они очень хорошо впитывают влагу из воздуха, поэтому в идеале их долго хранить на воздухе так уж не надо. Можно их прикрывать пленочкой пищевой хотя бы. Но я не буду долго, поэтому не стану этого делать. Теперь я начну делать рисовые колобки. я возьму большую тарелку. Посмотрите, руки я смачиваю немножко в воде. Вода не течет по рукам, просто смачиваю, чтобы не текла вода. Беру небольшой фрагмент риса и вот этим местом пальчиками вот на это место накладываю рис и несколько раз его прессую. Сильно давить нельзя, потому что раздавлю рисинки. Вот у меня получается, посмотрите, такая кнелька, как будто бы заостренная с обеих сторон. Смотрите, еще раз, как работает рука. Я пальчиками поджимаю рис. цилиндрик. А теперь я беру и затупляю края. Посмотрите, вот у меня получается такой маленький цилиндрик, но он воздушный сейчас. Он очень мало весит, потому что я рис не сжал один в один, а там много воздуха внутри. Вот это очень важно понимать. Я колобочек кладу на тарелку. Я сейчас сделаю серию таких колобочков, стараясь, чтобы эти колобочки были одинаковыми. Теперь я беру вот эту полоску. Посмотрите внимательно. И сейчас я начну ее заворачивать вокруг колобочка так, чтобы к рису примыкала шероховатая сторона. Ну, очевидно, шероховатая, потому что к ней все лучше прилипает. Смотрите, я сейчас покажу это на отдельной тарелке, чтобы было понятнее. Вот колобок. Я шероховатую к рису и посмотрите, что делаю. Я вот так вот обворачиваю вокруг. Здесь я могу сейчас капельку воды нанести на водоросль и приклеить. Водоросли к водоросли. Вот. А потом я мокрым пальцем вот здесь подожму, чтобы образовать полость. Вот получается такая конструкция. Ну, а очевидно, что в эту полость я положу вот эту штуковину. Вот какая простая получается сушенка. нигери вот с такой вот начинкой. Это очень вкусно и хорошо. очень удобно в качестве закуски, в качестве какой-то начала трапезы. Вот. Видели такие в ресторане, правда? Вот, собственно, все получается просто. Ну, я сейчас немного продолжу с этой идеей возиться. Это даже ребенок вполне в состоянии осуществить. Только достаточно быстро нужно класть начинку, потому что эти стенки из водорослей от риса размокают и могут начинать падать. Поэтому надо пытаться вот так несколько штучек обернул, а потом положить начинку, чтобы стенка не опадала. Вот, видите, я еще сделал несколько таких ниш. Вот, еще теперь сейчас положу коротко и ясно. Как правильно есть суши? Для тех, кто еще не освоил палочки для еды, приятная новость. Суши можно есть и руками. Способ употребления на вкус не влияет. Донышко макают в соевый соус, рис впитывают в сою и просто себе едят. Хотите палочками, хотите руками. вот эти сушки можно еще и запекать, поставить их под гриль, тогда получится запеченное суши, между прочим. То есть, здесь все достаточно просто. Ну и, конечно, можно поставить соевый соус, потому что эти штуки, смотрите, как их, кстати говоря, можно есть. Соевый соус, разумеется, наливают на такое специальное маленькое блюдечко. Эти вообще штуки удобно есть руками, совершенно не обязательно палочками, тогда донышко макают в соевый соус, рис впитывают в сою и просто себе едят. Хотите палочками, хотите руками. Вот такая вот простая история. Ну, палочки у меня вот. Собственно, я сейчас вас не научу, конечно, держать японские палочки либо китайские палочки. Правильно, это вас в большей степени могут научить в ресторане, здесь надо мне подержать бы вашу руку, не могу, поэтому, ну как, палочками вот так берут, макают и откусывают немного. То есть, вообще говоря, еда палочками это очень забавная вещь. Знаете, почему палочками есть правильно? А потому, что палочками нельзя набить себе рот. Нельзя положить себе в рот много, это невозможно, поэтому вот такое частое и тщательное пережевывание еды, это более здоровый способ употреблять пищу вообще. То есть, ты ешь часто, но маленькими кусочками, тогда ты способен еду пережевать. А если набил себе рот, ты плохо пережевываешь пищу, она тебе комками большими падает в желудок. Даже, видите, сама технология поедания японская, она более здоровая, чем наша технология, когда мы едим вот такими вот ложками и вот такими вот вилками. Это, что касается техники употребления суши. Ну, здесь, скажем, когда мы едим палочками какие-нибудь горячие овощи, то там, конечно, ты берешь с палочки все, что ты взял, у тебя в рот помещается. Такие вот вещи, они не на один укус, они могут быть на два укуса, но суть от этого все равно не меняется. Итак, друзья, сегодня я вас свозил в Японию, во всяком случае оставляя вас на своей собственной кухне, потому что я вам показал сегодня очень рациональный, близкий нашему сердцу и желудку способ приготовления культового японского блюда, которое называется суши. Спасибо за субтитры!